Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и мы продолжаем наш разговор о работах в саду в августе. Август, пожалуй, самая благодатная и самая приятная пора в жизни садовода. Созревают ранние сорта яблок и груш, зреют абрикосы, персики, сливы, лыча и прочие наши фрукты. Так чем же мы должны заниматься в это время? Первое – это, конечно же, самое приятное – съем раннего урожая, ранних сортов яблок и груш. Но как понять, что они созрели? Дело в том, что есть две разные зрелости. Зрелость съемная и зрелость потребительская. Съемная зрелость – это когда плоды достигли своего стандартного размера, прекратили рост, они почти окрасились, но не приобрели еще полностью своего характерного вкуса и аромата. Буквально через 3-4 дня у летних сортов яблок и груш наступает срелость потребительская. Она характеризуется тем, что плоды становятся вкусными, сочными, ароматными, с типичным вкусом для каждого сорта. Они легко отделяются. У ранних сортов яблок и груш эти две степени зрелости совпадают, тогда как у осенних и у зимних они разнесены во времени гораздо дольше. Так как определить, что ваши яблоки, ваши груши уже созрели? Во-первых, помимо того, что они приобрели типичный вкус, цвет, аромат и размер, они очень легко отделяются от ветки, причем вместе с плодоножкой. Если мы разрежем такое яблочко, то мы увидим, что кончики семян побурели, то есть семена уже приобретают характерную зрелую окраску. И есть еще один хороший способ определить, готовы ли яблоки груши к съему. Для этого достаточно слегка встряхнуть ветку дерева. Если при этом упали яблоки с плодоножками, без листьев и, главное, без повреждения плодожоркой, значит яблоки можно снимать. А если вы хотите, чтобы ваши летние сорта немножко полежали, растянуть их перед употреблением, то следует озаботиться и снять их чуть раньше, до того, как они начнут сыпаться сами. То есть вот именно в этот период съемной зрелости. И тогда положенные в холодильник на нижнюю полку, они способны храниться еще пару недель, растягивая таким образом удовольствие от летних сортов белого налива или летних душистых груш. Так чем же мы еще должны заниматься в августе? Это, конечно, время созревания ремонтантных сортов малины, а также голубики. И следует помнить, что эти культуры в период созревания требуют равномерного и обильного полива. Если мы не будем поливать малину именно сейчас, ягода будет недостаточно крупная, недостаточно сочная и ароматная. Поэтому не упускайте возможность, если дожди отсутствуют, провести хороший обильный полив. Его можно проводить один раз в неделю, но следует помнить, что полив должен быть достаточно обильным, чтобы промочить слой почвы до самых корней. Также в это время мы занимаемся защитой нашего сада от вредителей. Яблоки, груши зреют, начинают созревать сливы и прочее косточковое, и целое полчища плодожорок нападают на наши сады. На летних и осенних сортах нужно употреблять здесь только биопрепараты. От плодожорки хорошо действуют бетоксибацелин и специальный препарат лепидоцит. Также на осенних сортах, в которых еще есть срок ожидания до съемной зрелости, можно применять фитоверм, аверсектин, авертин от вредителей в первую очередь. На зимних сортах, съем которых наступит только в сентябре месяце, а вы хотите сохранить их в целости и сохранности, можно употреблять и более серьезные фунгициды от парши и других болезней, и инсектициды от вредителей, с тем, чтобы сохранить урожай в целости и сохранности. В это же время мы должны озаботиться тем, чтобы на деревьях не появились различные клещи. Сухая жаркая погода способствует тому, что они очень быстро размножаются, из-за чего листья деревьев приобретают красноватый оттенок. Это все плохо сказывается на их состоянии, поэтому при первых признаках клещевого заселения используем препараты серы – ПСК, Тиовиджет, коллоидную серу. Для окружающей среды это наименее опасный способ борьбы. Если же у вас сорта зимняя, а клещ размножился очень сильно, можно использовать Амайт, Новоктион, Фуфанон, но только строго по инструкции, согласно регламентам. Также в это время не забываем бороться с плодовой гнилью. Кстати, эта болезнь всегда идет рука об руку именно с плодожоркой, ведь для нее необходимы открытые ворота, а именно повреждения кожицы. Но бывает так, что плодовая гниль распространяется очень быстро, и тогда мы берем себе на помощь биопрепараты, такие как фрутин, экосат, аллерин-Б и другие. Обрабатывая регулярно, еженедельно наши плодовые деревья этими биопрепаратами, мы значительно сократим распространение плодовой гнили в саду. Кроме того, это время, август месяц, время подкормок и полива. Подкормки в это время мы делаем, в первую очередь, фосфорные калинины. Растения должны остановить рост, одревеснеть и подготовиться к зимовке. И фосфор с калием помогают им в этом. Мы можем вносить их как поливом, так и по листу, используя различные внекорневые подкормки, растворимые удобрения типа кристаллона красного либо коричневого, эколиста, комплимента с макро- и микроэлементами и пониженным содержанием азота. Растениям азот сейчас наименее актуален. Для них важно остановить рост. Полив тоже очень важно, причем не только для тех, кто созревает, но и для тех, чей урожай уже собран. Ведь это время, время закладки цветковых почек. И от того, в каком будут состояние растения, зависит ваш будущий урожай. Поливаем по многу, обильно, но редко. В течение августа-сентября вы должны провести несколько влагозарядковых поливов. Их количество будет зависеть исключительно от погоды и дождей в вашем регионе. Следующее, о чем мы должны озаботиться, это, конечно, санитарная обрезка наших садов. Урожай иногда бывает столь обильным, что сучьи не выдерживают и ломаются. Поселяются различные болезни, появляются вредители, которые приводят к усыханию тех или иных веток. И не стоит ждать зимы для этого дела. Санитарную обрезку можно и нужно проводить в течение всего вегетационного сезона. Срезаем больное, удаляем поломанное, подлечиваем наши растения, если появились раковые язвы, и удаляем все растительные остатки немедленно из сада, сжигая их. Помимо этого, если ваши деревья перегружены, не забываем подпирать сучья подпорами, чтобы не допустить их дальнейшего разламывания. Кроме того, август – это прекрасное время для тех садоводов, которые занимаются размножением саженцев, размножением плодовых культур. Это время окулировок. И сейчас начинается настоящая страда, когда люди, питомниководы и просто увлеченные садоводы прививают, создавая новые саженцы понравившихся сортов. Ну и, конечно, август – это время для посадки клубники, о чем мы вам расскажем в одном из наших сюжетов. В это время клубника, посаженная в это время, она лучше всего укореняется и порадует вас на следующий год обильным урожаем душистых ягод. Таким образом, август – это самая благодатная пора в жизни нашего садовода. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши сюжеты, ставьте лайки. И до новых встреч! Прответания вам и вашему саду! С вами была Юлия Кондратенок.